Го-Гоголь. Таково название нового спектакля в театре у Никитских ворот. Провокационная постановка Марка Розовского. Это и возможность посмеяться сквозь слезы и увидеть, насколько актуальной остается классика. На премьере нового ревизора побывала наш корреспондент Анна Галинская. Сам режиссер говорит, что это самое смелое прочтение Гоголя и что такого еще не было. Это не совсем гоголевский ревизор. Это новый ревизор Марка Розовского. Он сам написал пьесу, взял самые лучшие гоголевские страницы, размножил персонажей и все ради гоголианы на сцене. Чтобы было не скучно и не по-школьному, как привыкли видеть ревизора Апамиирхольдовски, не одну пьесу, а всего Гоголя в одной пьесе, Марк Розовский решил не мельчить. Как всегда преподносит зрителям сюрпризы. Они в духе самого Гоголя. Вот что я хочу подчеркнуть. Это не... Мы не взламываем Гоголя, не ломаем. Мы идем во след его фантазиям. Потому что гоголевская фантазия, она настолько разнообразна и настолько, я бы сказал, непобедима. Она выявляет абсурды нашей современной жизни. Вот что поразительно. И только что положили мраморный пол, и он уже скрипит. Ну ни в какие ворота. Так, я же сказал, везде гладь в плинку. А тут почему так скользко? Положить реагенты все. Реагенты. Городничий озабочен вопросами уж слишком современными. Текст оригинальный, незаметно перетекает в заметки режиссера, который, не задумываясь, идет на риск. Вернее, на риски. В этом спектакле все во множественном числе. Даже сам Гоголь. У нас переключение из Хлистаковых в Гоголей, в рассказчиков, в работающих на государственной службе и так далее. Гоголей, они же Хлистаковы, на сцене семь. Здесь важно запутать зрителя. Где писатель, а где нет, сам черт не разберет. Все дело в чертовщине. Она по замыслу режиссера возникает из множественности. А вот несчастный Акакий Акакевич один. Зато в нем квинтэссенция всей русской культуры. Хочется что-то такое новое донести. Обаятельное, свежее и в то же время презирающее душу. Такое вот показать судьбу человека. В новом «Ревизоре» всего понемногу. Несколько страниц из «Шинели», несколько из «Ревизора». Появляется и капитан Копейкин из «Мертвых душ» и фрагменты театрального разъезда. И все вне времени. Для восприятия несложно, для сценографа почти невозможно. Сценография, она выполняет здесь такую служебную, вспомогательную роль. Она создает как бы среду для вот этих всплесков. Неожиданность здесь во всем. В едких замечаниях, в правилах игры со зрителем, в ответе на гоголевский вопрос «Русь, куда же несешься ты?» Эта фантасмагория не актуализировала гоголя. Показала, что вопрос все тот же. Это ваша машина так припадет? Ваша. Правда и неправильная подробность. Анна Галинская, Павел Каратаев, Новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова